Уважаемый Алексей Ильич, как вы относитесь к общению напрямую с высшими силами, безпосредственно священника? Были ли у вас моменты, когда, намучивший вас вопрос, вы получали мгновенный ответ, и он был неожиданным, но правильным? Что это такое с высшими силами, я не совсем понимаю. Это что-то такое уже связано с какой-то другой религией, видимо. Потому что в христианстве нет общения с высшими силами. В христианстве, может быть, общение с Богом. В конце концов, когда я обращаюсь, если молюсь кому-то из святых, ну, по крайней мере, это, но никакие высшие силы. Сам термин очень неудачный, просто я говорю, что просто человек, который написал, может быть, ошибается. Потому что высшие силы – это в совсем другой сфере находится. В языческой сфере, в нехристианской сфере. Где там действительно высшие силы. В отношении себя лично, никогда не исповедусь публично. В I веке уже исповедь публичной была отменена. Уже была отменена. По причине увидели неполезность её. Поэтому, когда меня спрашивают, поделитесь, например, своим духовным опытом. Я прихожу в восторг, не описывая ему. Уж сейчас я вам поделюсь. Все в болото попадёте с моим духовным опытом. Учтите! Кстати, один из признаков, когда человек начинает делиться своим духовным опытом. Слышите? Я своим. Теперь вы поняли, кто я? Неужели вам не ясно, кто я? Я своим делюсь опытом. Целуйте мою туфлю. В протестантизме, в католицизме – ух, как это развито! Как там любят делиться своим духовным опытом! В православии мы должны делиться не своим, а святоотеческим опытом. Есть какой-то вопрос? Говорим, вот святые отцы учат вот так. А если я начну делиться своим опытом, тогда, простите, караул будет. Караул! Мы погибнем буквально! И гордыня какая при этом присутствует в этом, скрытая причём! Я со смирением начну делиться с вами своим духовным опытом! Какая беда! Ой, Господи! Да избавит Бог нас от этого! Вот, поэтому в данном случае я ничего не помню, чтобы у меня какие-то были когда озарения, откровения, контакты с высшими силами. Слава Богу, никогда ничего не было такого. Американцы, кстати, вот у них, да, у них 25% по статистике, они любят статистику, уже считают себя святыми. Вы слышите? Мы смеёмся? Это достойно слёз! 25% святые! 42% имели общение с тем Богом, как раз высшим миром, загробным миром. Бедные люди! Что творится? Святые отцы категорически запрещают искание и общение с тем миром. Вы слышите? Категорически! Ибо общение с Богом наступает по мере очищения души и по мере её смирения, а стремление к общению с духовным миром приводит нас к прямому общению. С кем? Понятно? С силами поднебесными, но ненебесными. Это надо запомнить. В этом отношении... Ой, какие прекрасные слова у святителя Игнатия Бринчинина! Кстати, хочу сказать, если кто хочет действительно хоть немножко понимать православие, просто обязан иметь у себя все его творения и читать его хоть по страничке, читать, хоть по две странички, но читать. Почему? Потому что он... Не думайте, что он там был святее, допустим, я не знаю, кто святее, Игнатий Бринчинин или там Иоанн Кронштадтский, или Феофан Затворник. Уж, конечно, не святее, думаю, Серафима Саровского, но хотя я не смею так говорить. Я не знаю, кто святее. Знаю, что он свят. Почему же к нему обращаюсь? Он переложил святоотеческое учение древнее, вот огромное, так? Переложил в этих нескольких томах применительно к нашему времени и к нашему состоянию. Понимаете, в чём ценность применительная? Потому что у святых отцов есть такие вещи, слышите, я вам прямо говорю, вот, считаешь, есть такие вещи, которые я сразу говорю, я тут не понимаю. Есть вещи запредельные, за пределами нашего опыта, вы слышите, очень серьёзные вещи, от которых беда, если я, не узнав таблицу умножения, а начинаю, знаете, осмысливать там высшую математику. Всё понятно, что со мной будет. Вот так.